мы снова на канале и в этом видео мы расскажем о очень интересной важной а главное супер нужной вещи это герметики а именно мы поговорим о вот таком вот продукте это распыляемый герметик мы расскажем как его применять в чем его особенности да и вообще собственно говоря нужен ли он автомобильном ремонте поехали основной задачей герметика как-то не странно звучит но это является герметизация сварного шва соединение которое подвержено вибрации у нас есть сварный шов который имеет небольшое движение если мы просто нанесем краску то через какое-то время у нас образуется на месте стыка трещина и у нас пойдет ржавчина вода попадет внутрь шва и пойдет корродирование герметик же создает на поверхности пленку эластичную которая обеспечивает предотвращение попадания влаги внутрь стыка двух металлов самым простым и самым распространенным вариантом герметизации конечно же является вот такой вот полиуретановый шовный герметик наносится он пистолетом через специальные насадки то что мы нанесли на поверхность можно разровнять кистью при этом у нас выполняются две функции это функция герметизации и декоративные свойства можно использовать для ремонта также вот такой вот герметик это ленточный герметик на основе акриловых смол его задача точно такая же как и у полиуретанового единственное отличие что здесь мы снимаем подложку и приклеиваем ленточный герметик в зону сменных деталей или же в зону фланцевого соединения еще одним вариантом герметизации соединений является применение распыляемого герметика об этом виде герметиков мы как раз и поговорим более подробно на примере вот такого вот продукта это спрей симп от ю сил в чем же особенности применения таких герметиков распыляемых да в первую очередь это два основных момента первая герметизация при этом у нас получается эластичное соединение второе это декоративные свойства мы можем менять качество шагрений мы можем менять внешний вид общей детали из-за того что у нас получается различное качество нанесения дальше чаще всего такие продукты они изготавливаются на основе так называемого силан модифицированного полимера м с полимером а это означает что это более высокая стойкость к ультрафиолету то есть его нет необходимости окрашивать это означает что герметик можно окрашивать в мокрый если мы берем обыкновенный герметик полиуретановый мы должны дождаться полного высыхания герметика чтобы у нас не образовалась на поверхности краски пузырьков которые благополучно образуется за счет того что углекислота выходит из соединения полиуретана здесь же мы можем сразу окрашивать и это большой плюс то есть это экономия времени ну и также немаловажный момент это совершенно бешеная адгезия к большинству поверхностей например если полиуретан мы чтобы нанести на металл должны его загрунтовать то продукт на основе сила модифицированного полимера в частности вот этот продукт мы можем носить непосредственно на голый металл при этом у нас будет и герметизация соединений и защита от коррозии какое оборудование требуется для того чтобы работать вот таким вот герметиком в принципе можно использовать обыкновенный скелетон или же стандартный пистолет для нанесения шовных герметиков при этом герметик будет работать как обыкновенный шовный мы то что нанесли разровняем кисточкой сверху покрасили все красота но для того чтобы получить распыленную версию герметика для того чтобы получить укрыть большую поверхность вот для этих целей нам нужно использовать специализированные пистолеты для нанесения герметиков либо вот такой вот вариант либо вот такой вот вариант как же ведет себя герметик при нанесении как нужно настроить оборудование чтобы получить наиболее оптимальное качество покрытия давайте это посмотрим первое из чего мы будем распылить герметик это вот с такого пистолета для этого мы вскрываем картридж картридж у нас пластиковый это обусловлено тем что адгезия к металлу совершенно атомная и в пластике нету прилипания к поверхности внутренней поверхности картриджа то есть у нас мс полимер хорошо очень себя чувствует при присутствии в пластиковом картридже дальше устанавливаем в пистолет используем воздушно-воздушное сопло фиксируем гайку фиксируем гайкой все у нас пистолет готов к работе подсоединяем воздух перед тем как наносить на боевую деталь нам необходимо проверить настройки пистолета в принципе вкратце пистолет имеет двухкодовой курок то есть кратковременно небольшое нажатие она обеспечивает подачу воздуха на сопло и при более глубоком нажатии на курок у нас идет подача на материал соответственно настройки вот этот вот вентиль отвечает за подачу воздуха на распыление этот вентиль на подачу воздуха в материал на материал значит у нас сейчас стоят минимальные настройки при этом обращаю внимание что когда мы стравливаем если мы резко отпускаем круг то он пистолет начинает плевать чтобы этого не происходило летом поэтому нужно не сразу сбрасывать воздух а именно при отпускать курок и как отсекать подачу материал если нас устраивает вот такая вот распыление мы переходим к нанесению на боевую деталь не трогая никаких настроек поехали и так с боевой деталью нам в любом случае нужна салфеточка потому что если у нас что-то идет не так мы можем вытереть герметик и заново его ну и поправить его нанеси можно сделать настройки более мощные то есть сейчас я буду увеличивать подачу материала соответственно количество материала будет переноситься больше и у нас фактура получится другой поехать вот здесь надеюсь что видно что шагрень у нас на выходе получается разное это использование вот такого пистолета теперь давайте посмотрим как будет себя вести герметик распыляемый на другом пистолете на втором пистолете что нам нужно для того чтобы запустить герметик в работу снимаю вот эту вот колбу устанавливаем герб скрытый герметик устанавливаем в внутрь пистолета затягиваем все у нас пистолет готов к работе точно так же как и в предыдущей версии мы делаем тестовый выкрас на бумаге а потом переходим на детально-боевую здесь тоже точно также двухходовый курок первоначально мы подаем воздух на распыляемое сопло регулировать подачу воздуха на сопло помогает нам вот этот вот винт вот эта гайка подача материала это соответственно вот этот вот винтик но это как в обыкновенном краскопульте смещение иглы если нас все устраивает в качестве нанесения мы переходим непосредственно на боевую деталь на уровне примера при этом мы можем регулировать фактуру нанесения регулируя изменяя давление вот здесь вот на выходе и и меняя качество продукта то есть оба пистолета дают один и тот же скажем так результат то есть нанесение но качество результат сам сам нанесение такая фактура шагрения она немного разная и так у нас поверхность закрыта распыляемым герметиком sprain sim фишки фишки заключаются в том что при нанесении на поверхность после высыхания образуется тонкая такая как подрезиненная пленочка она защищает поверхность практически на сто процентов от влади то есть у нас корродирование нету то есть это отличная прекрасная защита от коррозии вторая фишка это шумоизоляция резина вот не резина а именно такой как резина подобное покрытие она очень хорошо отбивает воздействие камушков шум в разы меньше соответственно при езде например по каким-то там гравийным дорогам по песчаным у нас первое шумоизоляция на высоком уровне и второе нету возможности повреждения самого покрытия то есть защита опять же от коррозии третье покрытие стойкая к ультрафиолету если где-то мы покрыли деталь которая подвергается воздействию солнечного солнечных лучей у нас нет ни выцветания не дополнительных каких-то сложностей именно с разрушением этого слоя здесь все у нас на достаточно хорошем высоком уровне именно по защите ну и окраска если мы окрашиваем наружную часть то есть например мы будем применять вот такой вот продукт как антигравий то есть например обрабатывать не еще пороге мы можем его поверх окрасить прямо сразу после нанесения нет необходимости ждать полного высыхания это особенности и это основные моменты связаны с распыляемым герметиком ну а на этом мы закругляемся наше видео подошло к концу однако если у вас остались какие-то вопросы вы можете задать эти вопросы в комментариях мы обязательно ответим на эти вопросы и разъясним все неясные моменты ну а на этом я хочу вам сказать до свидания однако не забывайте подписываться на канал про группу вконтакте не забывайте и instagram а с вами был ярослав до новых встреч пока